В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бомба, которая спасла страну, саровчанам представили фильм об испытаниях РДС-1. Побывала на вершине мира. Саровчанка Марьяна Кузина вернулась из рейса на Северный полюс. Свет, камера, мотор. 27 августа отмечается День российского кино. Далее расскажем обо всём подробно. Традиционная августовская педагогическая конференция прошла в Саровском драматическом театре. В зале собрались директора образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Учителя, воспитатели, сотрудники учреждений культуры и спорта. Руководители города поздравили их с наступлением нового учебного года и рассказали о перспективах и планах на будущее. Подробности далее. До начала нового учебного года остались считанные дни. И если ученики ещё радуются каникулам, то для учителей начались рабочие будни. В театре прошла ежегодная конференция для педагогов школ, детских садов и сотрудников дополнительного образования. В ходе собрания подвели итоги деятельности, обсудили задачи и обозначили приоритетные направления и значимые проекты на ближайший год. Всего у нас с вами по указу президента от 7 мая 2018 года реализуются в Российской Федерации 12 национальных проектов. Они разделены по трём основным категориям. Человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. И дальше вы видите перечисленные эти проекты. Также на конференции педагогам рассказали о новшестве образовательных программ, о реконструкции лыжной базы, о ремонте 10-й школы и спортивного стадиона 14-й и 16-й школ. Большое внимание власти уделили строительству новым образовательным учреждениям. Хочу сказать один пример насчёт инфраструктуры, и область это понимает, и дать должное, конечно, и настойчивости администрации, и позиции губернатора по финансированию и ремонтных работ, и строительству новой школы номер 11, где на местный бюджет всего 1% денег лёг от общей суммы. Задача власти обеспечить полноценный учебный процесс и его контролировать. Это все понимают, и поэтому бюджет у нас, больше половины бюджета городского у нас расходуется на нужды образования. По традиции на конференции почётными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших педагогов, которые внесли большой вклад в развитие образования. Наталья Белова, педагог детской музыкальной школы имени Балакирева, женщина 50 лет, учит детей играть на фортепиано. За её плечами большое количество выпускников, многие из них пошли по стопам своего преподавателя. Мне приятно, что отметили мою работу. Конечно, это очень почётно, такая замечательная конференция, столько прекрасных педагогов, моих коллег. После официальной части участники конференции смогли задать представителям власти интересующие их вопросы. Это и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В Музее ядерного оружия «Арфеатсвнеев» прошёл вечер, посвящённый 70-летию со дня испытания первого советского ядерного заряда РДС-1. Горожанам представили документальный фильм Михаила Полунина «Бомба, которая спасла страну». Часть съёмок проходила в Сарове при участии экспертов ядерного центра. При создании фильма также использовали кадры отечественной и зарубежной документалистики 1945-2000 годов, натурные съёмки в Ницкорчатовский институт и производственном объединении «Маяк». После бомбардировок американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки появился меморандум Объединённого разведывательного комитета США, где были обозначены города Советского Союза, цели для атомной бомбардировки. Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск. Это было страшное время, когда в огне ядерного пожара могла сгореть целая страна. Наша страна. Неимоверным напряжением сил наша страна сделала оружие возмездия, и планы агрессора так остались на бумаге. К созданию фильма про первую ядерную бомбу автор, главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин подошёл со всей ответственностью. Большую помощь ему оказали сотрудники Музея ядерного оружия «Рфятсвнеев». Он очень добросовестно создал группу экспертов, и он им звонил очень часто, и они ему давали советы по различным моментам, которые касались для него не совсем до конца ясными. И таким образом этот фильм госкорпорации «Росатом» был сделан. В основу фильма легли архивные записи с воспоминаниями очевидцев и документальные свидетельства подготовки и испытания ядерного заряда РДС-1, которое произошло 29 августа 1949 года. Это важнейшее событие в истории страны. Проект стал выдающимся достижением КБ-11, ныне «Рфятсвнеев» и всей отечественной атомной отрасли. Он сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира, ликвидировав атомную монополию США и положив начало созданию отечественного ядерного щита. Наша страна, потеряв 27 миллионов человек во время Великой Отечественной войны, не снимая шинели, наши родители вынуждены были начинать все сначала, но совершенно на новой технической основе. Создание РДС-1 дало толчок к развитию новых направлений фундаментальной и прикладной науки. Появлению новых отраслей промышленности заложило научные школы. Оно стало фундаментом технологического лидерства атомной отрасли и России в целом во многих отраслях науки и производства, которые сохраняются и сегодня. В этом и следующем годах город получит по 40 миллионов рублей из областного бюджета для подвода коммуникации к 72 участкам на улице Нижегородской, которые предназначены для многодетных семей. Это стало возможным благодаря тому, что заявка администрации Сарова на выделение софинансирования строительства инженерной инфраструктуры прошла конкурсный отбор. С учетом денег выделено городом, общий бюджет проекта превысит 100 миллионов рублей. Параллельно идет работа над подготовкой участков западной улицы Западной. Передача первых земельных наделов в собственность многодетным запланирована на следующий год. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Редактор субтитров А.Семкин В этот четверг, 29 августа, в городской прокуратуре пройдет прием предпринимателей. Начало в 15 часов. Записаться на встречу с представителями надзорного ведомства можно по телефону 992-63 и 992-64. Вопросы для обсуждения можно предварительно отправить по электронной почте mailsobaka.sarovbis.ru Городская прокуратура находится по адресу Проспект Мира, дом 34. Молодежный центр приглашает саровчан на день открытых дверей. Он пройдет в четверг, 29 августа, начало в 18 часов. Гостям расскажут об основных направлениях, по которым работает центр, познакомят с педагогами. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах, записаться в студии и объединения. Молодежный центр работает по адресу улица Куйбышева, дом 19, дрёп 1. Ученица гимназии номер 2 Марьяна Кузина вернулась из тематического рейса на Северный полюс в честь 60-летия атомного ледокольного флота. Вместе с Саровчанкой вершину планеты посетили более 60 детей из разных регионов России. Участники экспедиции узнали об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогли творчески освоить полученные знания. Для этого на борту ледокола работала команда опытных педагогов проекта Школы Росатома и информационных центров по атомной энергии. Подробности далее. 68 талантливых школьников из 24 регионов России, а также Армении надолго запомнят экспедицию в таинственный мир Арктики. Организовали поездку Школы Росатома и сеть информационных центров по атомной энергии. Шансы отправиться в путешествие на ледоколе получили лучшие из лучших. Впечатления невероятные, потому что, ну как мы все привыкли слышать, что просто белый льдин, и там где-то ходят и машут нам ручками белые мишки. Но нет, это совсем не так. Я увидела невероятно большие, например, голубые, бирюзовые льдины. Я увидела, как ледокол раскалывает лед под нами. Это тоже было невероятно. Школьники еще долго будут под впечатлением от поездки. С 13 по 22 августа юные исследователи путешествовали по Северному полюсу, познакомились с капитаном ледокола Дмитрием Лобусовым, насладились снежными пейзажами, проверили школьные знания и поучаствовали в мастер-классах. Школьники получили много полезной информации от знаменитых спикеров. С нами был Валдис Пельш, он нам показывал, он как раз снимал там свой документальный фильм, он нам показывал прошлый документальный фильм, мы ему задавали какие-то вопросы. Программа путешествия включала в себя как образовательную, так и развлекательную часть. За три дня работы киномастерской «Ледокол Пикчерс» юные путешественники успели примерить на себя роли режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров. Участники побывали на творческом вечере народной артистки России Еленой Яковлевой, пообщались с актрисой Анастасией Макеевой и блогером Русланом Усачевым. Саровчанке особенно понравилась подготовка флэш-моба, который снимали на Северном полюсе. С нами работал танцор, победитель первого сезона «Танц-на-тентель» Шад Шабаев, продюсер «Десять песен на том городов» Тимур Ведерников. Мы пели, танцевали, репетировали, и уже когда приплыли на сам Северный полюс, не только фотографировались с флагами и прочее, мы танцевали эти флэш-мобы. Участники экспедиции присоединились к празднованию Дня государственного флага и развернули на Северном полюсе полотно триколора размером 12 на 18 метров. Юные пассажиры увидели острова Архипелага, земля Франции Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, айсберги и новую землю. Школьники успели познакомиться с дикими животными Северного полюса. Марьяне посчастливилось увидеть белых медведей и моржей. Один из них, допустим, он перед нами позировал, и потом плюхнулся в воду перед нами, а на другом летнике мы увидели целое севейство моржей и довольно-таки долго за ними наблюдали. На протяжении всей программы участники получали призы от спонсоров и организаторов экспедиции. Но самое главное, по мнению саровчанки, то, что дети увидели красоту Арктики, отключили интернет, оторвались от социальных сетей и непрерывно общались. Ребята завели себе много друзей с разных уголков страны, с которыми и после путешествия поддерживают связь. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 27 августа – День российского кино. Наш кинематограф имеет богатую историю. Он пережил взлеты и падения. Сегодня государство поддерживает кинематограф. Российские режиссеры стараются соответствовать вкусам и настроениям публики и конкурировать с зарубежными авторами. Насколько нашим мастерам кино это удается и какие современные российские фильмы стоит посмотреть, наша съемочная группа узнала у саровчан. Сегодня, 27 августа, празднуется День российского кино. Какие русские фильмы любят смотреть наши саровчане? Пойдемте узнавать. Русские фильмы смотришь, а вообще не смотришь. А почему? Потому что мне больше нравятся зарубежные. А чем зарубежные лучше, чем русские? У них какие-то более интересные сюжеты. Они не зациклены. У нас, знаете, в фильмах любят все преподнести так, на очень низком бытовом плане. Выставить народ такими бедными людьми, которые, не знаю, не могут получить полноценного удовольствия от жизни. Я вообще уже кроме спорта и музыки ничего не смотрю. Почему? Да, мне неинтересно. В основном нет, но старые есть. А какие, например? На «Москва слезам» и старые фильмы. А почему они вам больше нравятся? Они более правдивые, что ли? Последние блокбастеры, которые показывали в кинотеатре России, посмотрели. Но есть другие фильмы, которые, конечно, лучше о добре я нахожу просто в интернете. Мне вот нравятся старинные художественные фильмы. Сейчас их нету, художественные фильмы посмотрели. А на сериал идет «Стрельба, убийство, воровство». Я это не люблю. Мы люди пожилого возраста преклонного. Мы любим старинный, хороший художник. Вот как-то показывают на эту неделю. Это «Королев без наколонки». Отличный фильм, правда, подольщина? Вот. Только советские фильмы. Смотрел и буду смотреть. С участием Баталова. Да. Инна Макарова. Так, это как? Весна, Заречная улица. Советские? Да. Джентльмены, удачи. Хороший фильм еще. Про войну. Советские фильмы уже, в принципе, многие посмотрели. А современные фильмы, российские, очень мало хороших. Там буквально единицы. Вы считаете больше русские, чем из-за рубежа? Да, они добрые, хорошие фильмы. А чем там доброта заключается в чем? Ну, любви к человеку, другому, помощь оказывают. Очень понравится все. Спасибо большое. Вот так вот, помощь, доброта, любовь. Вот в чем смысл советского кино. Смотрите, друзья, советское кино и радуйтесь вместе с нами. Для вас опрос про фильмы проводили Ирина Вашегородцева и Артемий Глазков. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»